Привет, друзья! Елена Клевцова. Мы с вами продолжаем углубляться в дебри арабского языка и вместе ищем способы легкого изучения арабских слов. В частности, я люблю компоновать арабские слова либо по смыслу, либо по звуковым сходствам такими группами, чтобы их было легче учить. И вот еще я нашла один такой интересный способ компоновки. Это четырехбуквенные слова. Я все время рассказываю вам и повторяю о том, что основой арабских слов является трехбуквенный корень. А сегодня я отойду от своего принципа трехбуквенности и расскажу вам о четырехбуквенных корнях, о четырехбуквенных словах. Их относительно немного, но они достаточно яркие и они тоже создают эту оригинальную картинку арабского языка. Они выделяются, они очень своеобразны. Сейчас вы поймете на примерах, о чем я говорю. И начнем мы с первого слова, известного многим. Это слово я буду писать, а вы читайте, чтобы у нас была практика чтения. Вы можете даже ставить меня на паузу. Это слово симсим. Симсим это кунжут. И оригинальность этого слова в том, что два слога у него повторяются. И это слово легко запомнить благодаря именно такому повторению. И это слово далеко не одиноко. Их таких много. Второе слово в этой коллекции очень похоже, даже визуально. Сейчас я его напишу, а вы прочтите. Это слово. Миш-миш. Миш-миш. Абрикос. Сим-сим. Миш-миш. Идем дальше. Следующее через четырехбуквенное слово. Читаем. Это слово кускус. Кускус. Кускус это... Слово не переводится. Это название очень известного арабского блюда. Кускус готовят из пшеничной крупы. Эта пшеничная крупа из пшеницы хорошего качества. Она, в принципе, похожа на нашу манку, только крупнее. И они бывают разной консистенции. То есть бывают более грубый кускус, более мягкий кускус. Но в целом это похоже на манку, только из нее делают не кашу, а очень оригинальное, такое немножко остренькое блюдо. Хотя его можно делать не только остреньким, но и сладким. И, кстати, интересно, что это слово, это существительное, происходит от такого же четырехбуквенного глагола. То есть в арабском языке есть небольшая группа четырехбуквенных глаголов. Кас-каса. Разбивать-размельчать. То есть он размолотое зерно. Кас-каса. Следующее слово является одним из символов, в частности, египетских курортов. Это буква шин, буква ба. Прочтите его самостоятельно. Это слово шип-шип. Шип-шип. Шип-шип это тапочки или сланцы. В целом, люди в арабских странах очень любят этот вид обуви, поскольку в 50-градусную жару не очень-то приятно ходить в глухих ботинках или на высоких каблуках. Поэтому, пожалуй, только офисные работники мучаются в своей приличной обуви. Остальная часть населения шлепает в шлепках. И, кстати, похоже, да? Шип-шип шлепки. Давайте еще одно слово сюда уместим в коллекцию. Вот такое вот слово. Прочтите его. Это слово буль-буль. Буль-буль. Соловей. Разбойник. Соловей. Однако злоупотреблять этим словом я вам не советую, поскольку, в частности, у нас в Египте у этого слова есть второе дополнительное и не очень симпатичное значение. Ну, больше такое, знаете, детское, не сказала бы, что ругательное. Но, в целом, лучше, во всяком случае, в Египте это слово не употреблять. А вообще, если что, то это соловей. Все пройденные нами слова имеют в своей основе четырехбуквенные корни глаголов. И таких слов, на самом деле, достаточное количество. Ну, еще вам приведу в коллекцию такие слова. Это уже глаголы. Начальные формы глаголов. Глагол гархара. Гархара – полоскать. Полоскать горло, в частности. Отсюда гархара – полоскание. Дальше. Вот такой глагол. Немножко близко друг к другу. Заль-заля. Заль-заля – трястись, сотрясаться. Отсюда – зель-зээль. Зель-зээль. Землетрясение. Зель-зээль. Землетрясение. Дальше глагол. Глагол вот такой. Глагол фальсофа. Фальсофа. Ничего не напоминает. Философствовать. Отсюда – фальсофа. Фальсофа. Философия. Фальсофа – фальсофа. Видите, как просто. Легко запоминается, правда? Еще парочка. Кал-кала. Колебать. Отсюда – кал-кала. Колебание. Очень просто. Еще смешной глагол. Шар-шара. Шар-шара. Точить ножи серпы. И отсюда – шар-шара серп. То есть там еще надо тамарбуту добавить. Шар-шара. Только с тамарбутой. Серп. Ну и тут же я автоматически начала переводить название завода серп и молот. Молот по-арабски метрак. 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 Каф. Красиво. Шар-шара ван метрак. Серп и молот. Ну и вот, друзья. Фактически за 10 минут, шутя и играючи, мы с вами изучили больше 10 арабских слов. Если у вас есть интересные наблюдения, интересные совпадения, делитесь. А я, Елена Клевцова, в свою очередь приглашаю вас на онлайн-курсы арабского языка. На курсах вы можете изучить арабскую письменность за 3 часа и написать самостоятельно свое имя, фамилию, отчество. Также вы можете продолжить с нами обучение и пойти в изучение грамматики арабского языка. У нас есть замечательный курс, который укладывается всего лишь в 3 месяца. Все базовые основы арабской грамматики, как составлять предложения, как спрягать глагол, как разговориться на простые бытовые темы, все это мы изучаем в течение 3 месяцев. Очень удобный формат, вам никуда не нужно ходить, и в то же время учитель всегда с вами. Приглашаю вас на онлайн-курсы и прощаюсь с вами. До следующей встречи. Маас Саляму. Маас Саляму.